Теперь слово предоставляется австрийскому министру нестанных дел Александру Шатке. Уважаемый господин министр нестанных дел, дорогой Сергей, уважаемые дамы и господа, я очень рад, что могу приветствовать тебя сегодня в Вене. Это первый чисто двусторонний визит с 2009 года в Австрию. Мы сами это почти не поверили. До этого, конечно, был целый ряд других встреч в Вене, но это первый чисто двусторонний визит с 2009 года. Австрия и Россия оглядываются на долгую и вполне переменчивую историю. Можно сказать, что Россия нас знает, и мы знаем Россию. Надо отметить, что наши исторически сложившиеся отношения в последнее время снова и снова подвергались очень серьезному стресс-тесту. Даже если мы не всегда стоим на разных или противоположных сторонах реки, то мост между нами не разрушен. Россия есть и останется частью европейской реальности. И Россия наш самый большой географический сосед. Поэтому только логично, что есть многочисленные сферы, в которых мы спокойно сотрудничаем. Подумайте только об энергетике, о климатической политике или также о переговорах с Ираном. И стоит, конечно, сотрудничать. Нам надо продолжить сотрудничество, потому что ни одна страна не такая богата, не такая большая, чтобы она могла поверить, что ей не нужны соседи. Нельзя забывать, что Европейский Союз с большим отрывом является самым важным торговым продажером России. Тем важнее, что мы и впредь будем поддерживать диалог. Я ценю наш открытый, непреценциозный диалог, атмосфера, которая позволяет нам обсудить все такие темы, где мы не придерживаемся одного мнения. И эти разговоры происходят на всех уровнях. Для нас особо большое значение имеет сочинский диалог. И, в принципе, наш девиз должен быть диалог вместо молчания. Сюда относится для меня культурное сотрудничество, например, совместная комиссия историков, которая прорабатывает нашу общую историю. Я с удовольствием вспоминаю мой визит в декабре 2019 года в город Санкт-Петербург. В рамках этого визита мы проложили новые рельсы для культурного сотрудничества. Само собой разумеется, что пандемия нанесла удар на наше экономическое сотрудничество. Оно сильно пострадало. Я очень рад, что в первые месяцы этого года импорт из Российской Федерации снова увеличился. То есть увеличение составляет 13%. Но пройдет еще много времени, прежде чем товарооборот достигнет тот объем, который у нас был в докризисное время. Другая тема, которая нас очень интересует, это туризм. Австрия сильно зависит от туризма. Туризм в году пандемии сократился на 61%. Я надеюсь, что скоро мы будем в состоянии снова приветствовать гостей с Российской Федерации. Столько же гостей, как до пандемии. Наши двусторонние отношения, однако, не должны скрываться того факта, что есть и целый ряд серьезных разноклассов. Австрия является гордым и составным членом Европейского Союза. Поэтому мне больно, что наши отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией в настоящее время достигли нижней точки. Разрыв между Западом и Востоком в последнее время все углублялся, мне кажется. А это не может быть и не должно быть в наших интересах. Надо рассказать. Демократические основные права как свободу выражения мнения ни в одной стране мир не должны восприниматься как угроза. Несколько дней назад наступила первая годовщина отравления Алексея Навального. Его приговоры, его осуждения для Австрии, для Евросоюза неприемлемы. Поэтому я снова требую его немедленного и безоговорочного освобождения. Мы не перестанем стоять за наши ценности, не перестанем их защищать. Это относится и к незаконной аннексии Крыма, и к нашей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. У нас сегодня была уже возможность обсудить целый ряд международных тем, и это мы продолжим в ближайшие часы. Например, мы говорили о драме в демократии и политике в Беларуси, и новые попытки, о живице, венскую ядерную сделку с Ираном. Мы говорили о положении в Ливии, о конфликте в Нагорном Карабахе, а также об Афганистане. Это самая острая тема на международной повестке дня. Я думаю, мы согласны в том, что мы, как международное сообщество, должны сделать все, что в наших силах, чтобы не допустить, чтобы Афганистан снова стал инкубатором международного терроризма, или чтобы двигалась огромная волна миграции. Теперь нам следует помогать проживающим в этом регионе людям. Нам надо поддерживать со стороны происхождения транзита. Нам нельзя проснуться лишь тогда, когда миграционная волна уже дойдет до наших кризисов. Пусть это в России, пусть это у нас. Уважаемый господин министр, дорогой Сергей, еще раз сердечно приветствую тебя, Вене, и я уже жду с нетерпением продолжения наших разговоров сегодня и завтра. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, мы с Александром Шаленбергом, моим австрийским коллегой, провели очень конструктивный и содержательный разговор по широкому спектру двусторонних и международных вопросов, которые представляют взаимный интерес. Мы констатировали, что несмотря на санитарно-эпидемиологические ограничения, отношения между нашими государствами поступательно развиваются. Как вы помните, федеральный канцлер Себастьян Курц принял участие в качестве почетного гостя в Петербургском международном экономическом форуме в июне, а две недели назад президент России и канцлер Австрии вновь пообщались в онлайн-формате на открытии цементного завода в России, который создан одной из крупных австрийских фирм. Мы приветствовали обоюдный настрой на восстановление в полном объеме межпарламентских, межведомственных и межрегиональных обменов. В сентябре ожидается приезд в Вену председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко для участия в пятой всемирной конференции спикеров парламентов и на осень запланирована встреча глав регионов двух наших стран в Зальцбурге. Большое внимание уделили торгово-инвестиционным связям. Австрия – один из ключевых экономических партнеров России в Европе и в нашей стране успешно ведут бизнес порядка полутора тысяч австрийских компаний. Ожидаем новых договоренностей в ходе, намеченной на октябрь, в Вене сессии двусторонней комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. А накануне этого заседания пройдет встреча Российско-Австрийского делового совета. Проанализировали реализацию наиболее значимых совместных начинаний, высоко оценили уровень взаимодействия в энергетической сфере, включая усилия «Газпрома» и концерна ОМФАУ по строительству «Северного потока-2» и их же участие в инфраструктурных проектах на территории России. Обсудили перспективы взаимодействия в инновационных отраслях, включая цифровизацию социально-экономической сферы, борьбу с эпидемиями и адаптацию к глобальным изменениям климата. Подчеркнули важность восстановления туристических обменов. Этому способствовало бы скорейшее решение вопроса о взаимном признании сертификатов вакцинации. Мы высоко ценим культурно-гуманитарные связи, которые продолжались, хотя и в основном в удаленном формате. Их интенсивность при этом даже возросла. Заметную роль в этом сыграл Российско-Австрийский форум общественности «Сочинский диалог», благодаря которому в эту полезную деятельность вовлечены широкие научные и экспертные круги студенты и школьники. Реализуется программа совместного перекрестного года литературы и театра. В ходе визита планирую обсудить соответствующие планы на встречах с активом «Сочинского диалога» и представителями бизнес-сообщества. Мы выразили признательность австрийским коллегам за бережное отношение к российским воинским захоронениям и мемориалам на территории Австрии. Высоко ценим общую культуру сохранения исторической памяти. И здесь хотел бы поддержать коллегу, который отметил ту углубленную работу, полезную работу, которую проводит совместная российско-австрийская комиссия историков. Говорили, естественно, о международных проблемах. Особое внимание делили обстановке на европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским Союзом. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России. Мы со своей стороны выразили готовность развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом, и с его членами, исключительно в равноправном, взаимоважительном ключе, и искать договоренности в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам. Коллега упомянул о ситуации вокруг Алексея Навального. Мы, естественно, напомнили о том, что он отбывает срок за экономические преступления, за ущерб экономический, который был нанесен и моего братом французской компанией Иф Роше. Но показательно, что наши западные коллеги, говоря о Навальном, почему-то перестали упоминать необходимость до конца довести расследование его так называемого отравления. И я не буду перечислять все противоречия и нестыковки, которые в этой теме присутствуют. Предложу лишь всем, кто интересуется установлением истины, почитать официальные ответы германского правительства на парламентский запрос. Эти ответы были оглашены пару месяцев назад, по-моему, на заседании Бундестага. Есть протоколы, почитайте. Это очень занимательное чтение. Ну и, разумеется, Александр Шаленберг подтвердил позицию Австрии по Крыму. Я в этой связи, конечно же, напомнил о том, как крымчане выбирали свой путь назад в Россию, в каких условиях после государственного переворота, после того, как пришедшие к власти ультрарадикалы и неонацисты стали грозиться тем, что выгонят русских из Крыма, направили туда боевиков вооруженных. Но, тем не менее, хотел бы сказать, что вот эти мероприятия типа Крымской платформы, конечно, это из разряда ненастоящей политики. Мы все понимаем, что все это искусственные идеи, которые воплощаются в такого рода спектакли. Украина нас, наверное, еще не раз обрадует своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали день крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро и будет решено господином Зеленским, что Новый год отмечать можно только на Украине, потому что все остальное – это не украинское. Но я хотел бы, учитывая австрийский угол, напомнить, как формировалось отношение Австро-Венгрии к Крыму. В мае 1787 года Екатерина II посетила Крым, ее сопровождали иностранные дипломаты, а также император Иосиф II, который прибыл туда инкогнито. А еще один интересный факт. В марте уже 1897 года посольство Австро-Венгрии в России обратилось в Министерство иностранных дел Российской империи с просьбой разрешить австрийскому подданному Гинце вывезти из Крыма 100 чубуков виноградной лозы. И согласие было получено, чубуки были доставлены в Австрию, поэтому, может быть, виноград для некоторых венгерских, австрийских вин, которыми нас будут угощать сегодня за ланчем, собирается в наше время на лозах, которые имеют крымское происхождение. Так что много у нас общего в нашей истории. И еще раз хочу подчеркнуть значение откровенного разговора по любой теме. Мы к этому открыты. Главное, чтобы в основе разговора лежали конкретные факты, а не соображения идеологизированной солидарности, которые мы, к сожалению, все чаще и чаще наблюдаем со стороны наших западных коллег по таким вопросам, как Украина. Ну и мы, безусловно, заинтересованы в продолжении диалога с австрийскими партнерами по другим вопросам международной тематики. Это и Ближний Восток, Север Африки, Афганистан, конечно же, Балканы и многое другое. Я считаю, что в целом очень полезные были переговоры. Мы еще продолжим наши контакты. Программа обширная сегодня и завтра. Так что хотел бы выразить признательность еще раз нашим австрийским хозяевам за гостеприимство. Органов власти, которое заключается в том, что любой российский гражданин, которому облачивается счет гостиницы, например, или который поддерживается финансовым отношениям, есть возможность, что такие граждане объявляются иностранными агентами. У меня следующий вопрос в адрес обоих министров. С российской стороны существуют гарантии, что российские граждане, которые в рамках сочинского диалога участвуют в проектах австрийского и российского гражданского области, что на них не будут распространяться эти меры. Они могут привести к тому, что в случае конкретных лиц разрушается их существование. Насколько существуют гарантии, чтобы эти репрессивные возможности российского государства не применялись в отношении участников диалога гражданского общества? У вас, опять же, вопрос, который основывается на недостаточном знании предмета и на отсутствии полной информации. Если вас это интересует, вы можете ознакомиться с теми законами, которые в Российской Федерации приняты, с теми многочисленными комментариями, которые делались в отношении этих законов. И напомню, как вообще тема иностранных агентов возникла в российской политической жизни. Мы вынуждены были отвечать на те действия, которые Соединенные Штаты предпринимали в отношении наших граждан, некоторые другие европейские страны. В США, как вы знаете, с 1938 года существует закон об иностранных агентах, который продолжает не просто существовать, но и активно применяется. Например, наши каналы, Арти и агентство «Спутник» были объявлены иностранными агентами, от них потребовали маркировать свои материалы, как материалы, произведенные иностранными агентами. Что они и делают. Это не наш выбор, но если такие требования, значит, мы будем их выполнять. Когда же мы в ответ «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» объявили иностранными агентами, они категорически отказались оповещать своих слушателей и пользователей, что это агентство, являющееся иностранным агентом в Российской Федерации. Наши суды выписывают им штрафы. Поэтому мы никогда не начинали первые подобного рода действия. Но если в отношении наших СМИ, в отношении наших граждан предпринимаются такие дискриминационные меры, если они получают ярлык иностранных агентов и преследуются соответствующим образом, то, конечно же, мы будем отвечать, но отвечать не чтобы отомстить, а просто чтобы привести наши отношения в соответствующей сфере к паритету. А иностранным агентом является лицо, юридическое или физическое, которое оплачивается из-за рубежа, получает средства из-за рубежа и занимается политической деятельностью. Те, кто занимается гуманитарными, культурными контактами, они не подпадают под действие закона об иностранных агентах. Поэтому еще раз вам советую, ознакомьтесь с конкретными текстами законов и с теми комментариями, которые многократно давали, в том числе президентам Российской Федерации, Генеральной прокуратурой и Министерством иностранных дел. Позвольте дополнить, что Сочинский диалог между Австрией и Российской Федерацией ставит собой целью покрыть широкую сферу жизни. В том числе мы хотим включить там деятельные культуры, гражданские общества, и у нас есть такие ожидания, что такие люди действительно могут участвовать в широком диалоге между Обществом Российской Федерации и Обществом Австрийской Республики. Я не знаю ни одного случая, когда возникли проблемы в прошлом. Может быть, это будет тема в будущем, но в результате пандемии Сочинский диалог был замедлен, и я очень благодарен, что министр иностранных дел будет присутствовать на заседании Сочинского диалога. Мы хотим запустить его снова. Но у нас такие ожидания. Мы хотим формировать очень широкий диалог между обществами наших стран. Госпожа Хамсе, пожалуйста, вам слово. Вопрос к господину Шаленбергу. Канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия не будет принимать беженцев из Афганистана не в случае, если Вашингтон или официальный Брюссель будут давить на Вену, как планируется отставить эту позицию. И будет ли учтен при размещении беженцев из Афганистана здесь, в Австрии, и опыт размещения здесь беженцев из Чечни? Спасибо. Прошу прощения, вопрос к господину Лаврову. Сергей Викторович, какой опыт может вынести Запад из провала компании в Афганистане? Из провала компании в Афганистане. Наш федеральный консер четко обозначил нашу позицию. Но надо понять, как выглядит ситуация в Австрии. В настоящее время в Австрии находится второе повеличение общины афганцев. У нас на душе населения много больше афганцев, чем в Швеции, например. Если бы Франция принимала бы столько же афганцев на душе населения, как Австрии, то это будет 270 тысяч афганцев. Я думаю, что Австрия проявила в этой связи очень большую солидарность. Я не думаю, что в настоящей кризисной ситуации, где у нас очень много совместных проблем, мы не заинтересованы в государстве, которое совсем не работает, чтобы Афганистан превратился в инкубатор международного терроризма. Единственная реакция, единственный ответ не может заключаться в том, что мы вывезем из этой страны как можно больше людей. Другая тема – это, конечно, люди, которые в прошлые годы очень лояльно и солидарно сотрудничали с организациями и властями, которые находились в Афганистане. И другая тема – это люди, которые имеют вид на жительство в Австрии и имеют даже австрийское гражданство. Тут мы очень стараемся их вывезти. И нам уже удалось вывезти с этой страны больше 70 людей. И часы, конечно, идут быстро. Американцы объявили, что 31 августа они выведут свои войска из аэропорта. Наша позиция, что касается приема мигрантов, очень ясна. Я думаю, сейчас дело за другими партнерами. И я думаю, что, во-вторых, нам надо поддерживать людей в странах транзита и происхождения. На следующей неделе у нас будут контакты с соседними странами – Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. И европейские государства могут им оказывать большую помощь и поддержку. Да, проблемы нелегальной миграции, они давно и остро стоят в Европе. Это тоже часть последствий тех авантюр, которые наши западные коллеги, натовцы, в главе с американцами затевали многие годы. И если отвечать на вопрос, какие выводы США могут сделать из-за того, что произошло в итоге в Афганистане, ну, вывод, наверное, самый главный – не надо никого учить жизни, тем более принуждать силой. Мы наблюдали и в Ливии, и в Сирии, и в Ираке, и в Афганистане, как американцы, хотели всех заставить жить так, как считают нужным американцам. Надо каждому заниматься своими проблемами, их, тем более, в каждой стране достаточно. И, к сожалению, вот я перечислил четыре военных кампании, которые ни к чему хорошему не привели. В России только произошел всплеск и терроризма в известных случаях, наркотрафика беспрецедентно вырос этот бизнес. Ну и нелегальные мигранты, потоки этих мигрантов Европу заполонили сразу после того, как натовцы разбомбили ливийское государство. Поэтому вывод, к сожалению, такой простой. Если вы ожидали какого-то другого неожиданного ответа, то у меня его нет. Вывод – не надо вмешиваться в чужие дела. Не надо применять силу в нарушении устава Организации Соединенных Наций. Спасибо большое, госпожа Белла, представитель австрийской радио-компании ОРФ. Мой вопрос в адрес обоих министров, спикеров российского МИДа вчера объявили, что будет последствия для тех государств, которые участвовали в крымской платформе в Киеве. Какие конкретные последствия следует ожидать Австрии? Чего надо ожидать? Вы знаете, ну, конечно, мы отмечаем то, как наши коллеги относятся к свободному волеизъявлению крымчан, которое состоялось в ответ на государственный переворот на Украине и в ответ на угрозы этих пучистов выбить все русское из Крыма. Эта угроза, кстати, никуда не делась, потому что президент Зеленский тут недавно давал интервью какому-то средству массовой информации и заявил, что те, кто живет на Украине и считает себя русским, должны убираться в Россию. Ничем не отличается от того, какие угрозы звучали в феврале 2014 года из Киева в адрес крымчан. К сожалению, поэтому нынешняя украинская власть, конечно же, полностью подчинена таким ультра-националистическим, неонацистским идеям, которые воплощаются в том числе в законах, принимаемых на Украину. Закон об образовании, законы о языках, закон о коренных народах, новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой «Государственная политика переходного периода», просто выкорчевывают все, что требует от них сделать минские договоренности. Украинские власти просто не хотят их выполнять. Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права, в отношении амнистии и в отношении организации свободных выборов на Донбассе под присмотром Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Поразительно, что мы эти факты, которые говорят сами за себя, которые невозможно ни отрицать, ни подвергать сомнению, предъявляем нашим западным коллегам, делали это недавно в ходе визита канцлера Меркель в Российскую Федерацию, они ничего не могут ответить, но продолжают слепо поддерживать украинскую власть. В ее попытках поддерживать интерес к своей собственной стране, даже не к стране, а к правительству, и всячески клянчить у Запада какие-то уступки, какие-то деньги, какие-то политические жесты поддержки. Вот Крымская платформа, ну, не настоящее мероприятие, настоящее то, что вот я видел сегодня здесь в Вене, когда возлагал венок к памятнику советским воинам, которые освободили Вену и водрузили на венском муниципалитете венский флаг, венское знамя. Вот это было настоящее, и то, как почетный караул был организован, я уже поблагодарил Александра за такое бережное отношение к нашей общей истории. А в отношении Крыма, понимаете, если есть люди, которые хотят заниматься виртуальной политикой, ну, для них пандемии никакой не надо, они и так ей занимаются. А если мы хотим заниматься реальной политикой, нужно руководствоваться реалиями. Ну, вот, например, мы тут ознакомили с теми решениями, которые были приняты в Киеве. Там содержится требование, чтобы Россия немедленно пустила представителей различных международных организаций, которые должны посмотреть, как уважаются и соблюдаются права человека в Крыму. Ну, это же, понимаете, для неискушенных, для тех, кто не хочет знать факты, а для тех, кто занимается фактами, им хорошо известно, что мы многократно приглашали специальных представителей и ОБСЕ, и Совета Европы, и Организации Минных Наций приехать и посмотреть, как обстоят дела с правами человека в Крыму. Подавляющее большинство из этих людей говорят, да-да-да, хорошо, мы с удовольствием, только мы должны заехать с территории Украины. Мы у них спрашиваем, дорогие друзья, вы занимаетесь правами человека или занимаетесь политическими играми? Если правами человека, прилетайте хоть напрямую в Крым, хоть через Крымский мост с остальной территории России, и все посмотрите своими глазами. И те, кто приезжает, они прекрасно понимают, что на самом деле произошло и продолжает происходить в Крыму. А те, кто хочет поддерживать вот этот вот режим непонятный в Киеве, они должны тогда уже, конечно, так и продекларировать, что мы хотим, чтобы Киев возымел верх в этом споре. Но это, понимаете, тупиковый путь, все это понимают, но вот эта солидарность, которая была проявлена членами НАТО и Евросоюза на позавчерашнем мероприятии, которое походило на спектакль, она, конечно, никуда не исчезает, это ложно понятая солидарность, мы ничего с этим поделать не можем. Но еще, кстати, один момент, вот тоже говорил Александру, говорил многим своим западным партнерам из Евросоюза, Евросоюз принял решение не давать шенгенские визы жителям Крыма. Возникает вопрос, на основании чего? Если в Крыму было свободное волеизъявление, то жители Крыма наказывают в нарушении международных конвенций за их политические взгляды, за то, что они проголосовали за присоединение, за возвращение Крыма в Россию. Это то, о чем говорим мы, и то, что было на самом деле. Но даже если встать на точку зрения Запада и на точку зрения авторов этой киевской декларации, которая была позавчера одобрена, и допустим, гипотетически, что это была аннексия оккупации, но тогда вообще, при чем здесь граждане Крыма и их права на получение шенгенской визы, их право на передвижение по Европе? Если это была аннексия, значит их никто не спросил, пришли вооруженные люди, захватили полуостров, а за что людей наказывать? То есть, с какой стороны ни посмотри, либо с точки зрения нашей логики, которая отражает реалии, либо с точки зрения выдуманной логики Киева и Запада, крымчан наказывают ни за что. Поэтому приезжайте, я вас приглашаю. Мы всех журналистов, которые здесь находятся, готовы привезти в Крым, готовы вам все показать, не ограничивая вас в ваших контактах, приезжайте. Это, наверное, будет лучше, чем дистанционно слушать какие-то оценки, не имеющие ничего общего с реалией. Наша позиция, австрийская позиция в связи с незаконной аннексией Крыма и по поводу территориальной ценностности Украины, эта позиция не новая, и она очень твердая. Это знают наши российские партнеры. Это не виртуальная политика, это часть тех серьезных разногласий, которые в настоящее время существуют между Западом и Востоком. То есть я очень спокойно смотрю на эти объявления. Теперь это последний вопрос, господин Солдницкий. Вам слово. Не застегиваться. Все в порядке теперь. Вначале вопрос обоим министрам. Возможно ли в нынешних условиях, уже об этом говорилось, но все-таки взаимное признание сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией, ведь это способствовало, безусловно, восстановлению боекультурного обмена и делового, и гуманитарного. После этого вопрос господину Шаленбергу. Опять же сейчас эта позиция, этот вопрос очень активно поднимался. Много в Евросоюзе говорят о Крыме. Но неужели у вас нет возможности или желания направить непосредственно делегацию в Крым, чтобы убедиться на собственном примере, посмотреть собственными глазами, разобраться в ситуации, пообщаться, может быть, с жителями. И в этом контексте к Сергею Викторовичу. Сейчас вы пригласили журналистов, а как Россия смотрела бы на приезд австрийской делегации в Крым? Я бы был двумя руками за. Как я уже сказал, чем больше людей приезжает в Крым, тем объективнее становится их восприятие, происходящее на полуострове, в этом регионе Российской Федерации. Постараюсь ответить частично на вопрос, который бы в Александру адресован, нет ли у Австрии желания направить делегацию и убедиться своими глазами, что там происходит. Я убежден, что желание у Австрии есть. Но насколько Австрия будет готова нарушать европейскую солидарность, я не знаю. Что касается... Вы вопрос... Первый вопрос какой был? Я уже как... Признание вакцин. А, признание вакцин, конечно, это возможно. И любая страна Евросоюза может поступить так же, как поступила в Венгрии, не дожидаясь официального решения Европейского агентства по лекарственным средствам. Я не хочу тебя разочаровать, Сергей, но в настоящее время нет ни желания, ни намеренно направить делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас очень четкая линия. Это касается не только Австрии, но и Европейского союза. Это связано с нашей историей, как австрийский министр на стране, для меня очень важно действовать только в европейском контексте, согласованно среди европейскими странами, среди европейских стран. Что касается прививок и одобрения со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам, дискуссия еще не закончена в долгосрочной перспективе. Мы хотим такую дискуссию, которая дает нам возможность реализовать мобильность, то есть пусть мобильность. Мобильность это не роскошь в 21 столетии, это просто основное право. И мы очень заинтересованы в том, чтобы между Россией и Австрией облегчались поездки. В середине августа уже существует определенное облегчение. Нам очень помогало бы, конечно, если бы европейское агентство по лекарственным средствам дало бы зеленый свет на спутник. И эксперты мне сказали, что только им надо еще пытаться определенные материалы. Это было бы очень полезно, потому что в рамках Европейского союза мы договорились о зеленом паспорте, который имеется у нас на мобильном телефоне. Это была бы оптимальная возможность одобрения спутника. Я хочу оказаться невежливым гостем, но было важное сейчас сделано заявление Александром. Прошу зафиксировать, что у министра на остальном деле Африи нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму. Но я все равно его приглашаю и в Москву, и в другие наши города, в Крым в том числе. Я очень благодарю министров, я вас благодарю за ваш интерес и благодарю также за ваше присутствие.